Обзоры игровых новинок на Android, то есть тут ты сможешь найти крутые игры на телефон. Также прохождение GTA San Andreas с модом на GTA 5, это что-то новенькое. Поэтому заходи и подписывайся на канал Речного Краба. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, с возвращением в Майнкрафт на мой сервер, где сегодня мы будем продолжать приручать и одевать в различную одежду гастов в Майнкрафте без модов. И если вам понравится это видео и вы хотите, чтобы я дальше продолжал эту рубрику, я буду рад, если вы поставите лайк. Каждый ваш лайк для меня важен, не важно сколько мы наберем, я и так вас всех, ребята, люблю. Также ты можешь подписаться на мой канал, я также буду этому очень сильно рад, потому что каждый подписчик для меня как друг. И мы, ребята, больше не тянем и сразу приступаем к самой серии, где сегодня мы будем одевать 5 новых гастов. Если вы помните, что мы делали в предыдущей серии, то вы крутые, и вам не нужно объяснять, как строить вот эту постройку для того, чтобы приручить нашего гаста. Но тот, кто не знает, как это делается, то я быстренько ему объясню, потому что это очень и очень и очень просто. А в чем суть, ребята? Мы строим коробочку 5 на 5 блоков, как вы сейчас видите. 1, 2, 3, 4. Вот так, в принципе, да? Вот так оно должно быть. Прямо так же, как находится с той стороны. То есть это все, ребята, очень просто. Потом делаем вот такие хвостики по всем сторонам. Быстренько, быстренько вот так делаем. И как вы видите, у нас получилась вот такая коробочка. Все, ребята, очень просто. Потом мы поднимаем вот эту коробочку на 2 блока вверх. И потом строим вот тут стены по бокам. Чтобы вас не мучить, я быстренько сам это все сделаю. Вот, ребята, так мы достраиваем. И потом делаем вот тут так. Такой маленький вход в нашу будку для собаки, если это можно так назвать. И, ребята, вы спросите, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь на своем сервере fitex.ru. Что я хочу сказать? Каждую субботу и воскресенье я делаю стрим пока что на Твиче. И я каждую субботу играю на этом сервере со своими подписчиками. В мини-игры, с плэг, с умо и также тиньки и ран. И как видите, ребята, у меня есть уже новые кейсы, которые добавили только что. В продажу они поступят скоро. Драгон кейс, крипер кейс, лайн кейс и многое другое. Да, ребята, и также будут добавлены Sky Wars, Bad Wars и многое другое. Поэтому, ребята, я вас всех жду тут. Мы будем играть в мини-игры, также стримить. Я буду играть со своими подписчиками каждую субботу и воскресенье, ребята. Поэтому я всех вас тут жду. Сейчас, ребята, будем быстренько продолжать, чтобы не затягивать. Ставим вот тут один блок, вот так, чтобы это выглядело. И возле этого блока ставим обычные рельсы. Обычные. Потом продлеваем вот эти рельсы, только уже не обычными, а заряженными рельсами. То есть Powered Rail. Делаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот так должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так, ребята. Потом, я надеюсь, что я правильно построил. Хм. Да, пускай будет вот так. Потом, ребята, мы ставим один блок редстоуна вот сюда. И на этот один блок редстоуна мы еще раз ставим заряженные рельсы, чтобы это все выглядело вот так. Мне кажется, я немного кривовато это построил. Это, наверное, нужно было перенести на один блок влево, да? Ну, ничего в этом такого страшного нету. Да, ребята. И все, в принципе, наша постройка готова. Ничего больше нам не нужно делать, только на вот эту рельсу поставить еще один блок. И обычные рельсы. И также вагонетку. Все, ребята, наша постройка полностью готова. И вот так она строится в воздухе, в принципе, так же, так же, как и на земле. И кого мы будем делать сегодня, ребята? В первую очередь, знаете, кого я хочу сделать? Дайте-ка мне подумать, кого я хочу сделать в первую очередь. А может фермера или может рыцаря? А давайте мы сделаем, давайте мы сделаем первого, пускай у нас будет рыцарь. Рыцарь очень простенький, ребята. Ничего тут сложного нету. Мы будем делать рыцаря. А сразу нам нужно ему построить такую вот шапочку над головой. Отступаем один блок. Потому что, когда вы заспауньте тут внутри гаста, то вы уже не сможете ему строить над головой. Поэтому это нужно, ребята, сделать заранее. Вот так, как я сейчас делаю. И кто вообще не понимает, что сейчас происходит, ребята, мы уже выпускали два видео, где я вот так приручал гастов и одевал их, то есть, в различную одежду. И вы прямо сейчас можете отправиться в комментарии и написать, какого гаста вы хотите, чтобы я сделал в следующей серии. Любого. Мы бы делали гаста ведьму, гаста хипстера, гаста дэдпула и многое другое. Прямо сейчас, ребята, опускайтесь в комментарии и пишите, каких гастов вы хотите видеть в следующей серии. Все, что вам придет в голову. Вот все, 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 что вам только придет в голову, пишите в комментарии. А кто еще до сих пор не понял, как это одевать гастов и вообще что с ними сделать и что мне писать в комментарии Смотрите, ребята, мы тут спавним гаста, потом ломаем под ним блок Он становится на рельсы и потом мы его толкаем с помощью вагонетки, если бы нам еще вот эта овечка не мешала, спасибо тебе Мы его толкаем вот сюда и как видите, мы его, можно сказать, в какой-то степени заключили вот в этой клетке, которую мы построили Сейчас ломаем вот это все по бокам, чтобы не мешало и смотрите, гаст, ребята, у нас тут действительно находится Я могу выйти с гейммода на моем сервере, я не могу бить гаста, потому что его защищает вот этот стеклянный барьер И он нас не может бить, потому что он заключен вот в эту стеклянную панель Вот, ребята, сама суть И сейчас вы можете в какой-то степени издеваться над этим гастом, потому что вы можете делать с ним все, что угодно, если вы понимаете, о чем я говорю И сейчас, как я сказал, мы с него будем делать настоящего рыцаря, ребята Сейчас первый наш гаст, это будет настоящий рыцарь Вот, смотрите То есть, все знают, что у рыцарей есть большущие вот такие шлемы на всю голову, чтобы ни один меч не пробил защиту И, в принципе, чтобы рыцарь был в полной безопасности Поэтому, ребята, первый наш гаст будет настоящим, настоящим рыцарем Как вы видите, давайте я быстренько вот тут, вот тут, вот тут, вот тут дострою И смотрите, ребята, это наш гаст-рыцарь Вы можете, в принципе, нет, я тут уже не могу ничего сделать И, как видите, зря я вот это поломал, потому что сейчас я не могу поставить этот блок обратно Как вы видите, как я сказал, нужно саму шапочку строить до того, как вы будете посылать гаста вот в эту постройку Поэтому, ребята, дайте-ка я сейчас что-то придумаю и попробую вернуть вот этот блок на место Вот, я вернул, замечательно, ребята И знаете что, давайте сейчас мы ему сделаем тут небольшой такой разъем для рук Потому что у гаста руки, ноги и все остальное находятся в одном месте Как это ни странно И сейчас, знаете что, давайте мы ему попробуем сделать какой-то, какой-то меч, что ли Мне кажется, это действительно будет очень прикольно, если я ему попробую сделать какой-то меч Только я пока что не знаю, какой он будет Дайте я сейчас что-то намудрю Ну, что-то в этом роде у меня получается Надеюсь, что меч будет более-менее такой симпатичный И, как видите, ребята, это действительно гаст Заключенный в стеклянную панель гаст, которого мы призвали Он сейчас наш питомец Мы ему сделали шлем рыцаря и также сделали ему алмазный меч И в данный момент это гаст рыцарь Те, кто не смотрел предыдущие серии, уже, наверное, догадались, в чем состоит суть этой серии И с чем мы занимаемся Вот таким вот образом мы делаем различных гастов, которых вообще только можно представить Сейчас мы будем делать гаста фермера Поэтому, кто только сейчас понял, что мы будем делать И уже знает, что хочешь написать в комментарии Сразу же беги в комментарии Пиши, каких гастов ты хочешь видеть в следующей серии И вообще, хочешь ли, чтобы я продолжал вот эту рубрику Потому что идеей может быть миллиард Миллиард Мы можем делать различных, ребята, гастов И чтобы больше не тянуть А мы, в принципе, не тянули Я просто объяснял И предлагал вам поучаствовать в нашей такой мини-рубрике Сейчас, ребята, мы сюда посылаем другого гаста Но почему посылаем? Нет, не посылаем Потому что знаете, что я забыл ему сделать? Я, ребята, ему забыл сделать шапочку Потому что, как я только что сказал Мы будем делать гаста фермера Да, ребята, гаста фермера Поэтому нам, в первую же очередь Нужно ему сделать какую-то красивую шапочку Как вы, ребята, думаете Получится ли у нас сделать ему какую-то красивую Прям шапочку, шапочку, шапочку Вот так Замечательно Сейчас мы это все будем делать вот так по кругу Это, в принципе, не займет много времени Вот так Да, сейчас мы это продлим на два блока в эту сторону Вот так Замечательно И на два блока в эту сторону Вот так Да, сейчас мы сделаем ему вот такой, вот такой краешек шапочки, это можно назвать даже так И с этой стороны мы сделаем ему так же, потому что, кто не знает, шляпа у фермера просто гигантская Она очень большая и она в два, в три, а то и в больше раз больше, чем сама голова фермера Да, она очень такая огромная, такая круглая, зависимо какая она, какая вообще шапочка Но это в принципе сделано специально для того, потому что фермеры работают же на полях и на многом другом И чтобы просто не получить солнечный удар, у них вот такие гигантские, гигантские, гигантские шляпы И одна из таких шляп будет у нас в этой серии Знаете что, дайте я включу день, просите игроки сервера, кто сейчас находится на моем сервере, что я включил день Может кому-то нужна была ночь, но все же, чтобы вам, ребята, было намного лучше, виднее, что тут происходит Да, в принципе, что-то в этом роде, только я вот тут немного неровно сделал И вот так, замечательно, все ровно, да, ребята, все ровно И наша шапочка фермера, в принципе, можно сказать, что, что готова Или знаете что, мы можем ее сделать даже немного поменьше Что-то, что-то в этом роде, потому что она по краям очень большущая А в середине, вот, да, мне кажется, так будет намного лучше Сейчас, ребята, давайте испытаем наше творение Спавним Гаста Гаст, ладно Отпускаем, отпускаем, ребята, Гаста Прощай Прощай, Гаст Давай, удачного тебе полета Спавнь еще одного Гаста И он, зараза, тоже улетает Я уже знаю прекрасно почему Потому что нам нужно дать ему место для спавна Спавним еще одного Гаста И он, надеюсь, то, что больше не улетает Мне кажется, то, что нет, больше он не улетает Не, Гаст, не смей от нас улетать Не смей Вот так, замечательно, ребята Мы заспаунили Гаста Поставили его сейчас вот в землю Сейчас это тоже поломаем И сейчас чистим вот это все по краям Как обычно Вот так И сейчас, ребята, будем ему что-то тут вытворять Ну, в первую очередь, давайте мы ему опять сделаем шапочку нормальной Такая, как она только что у нас была Вот так И сейчас у каждого фермера есть такая шапочка И, конечно же, у каждого фермера должны быть, ну, хотя бы виллы Потому что какой это фермер без вилл, да? То есть это самое важное оружие фермера Поэтому, ребята, сейчас дайте ему сделаем вот такие ручонки Что-то, да, можно что-то даже в этом роде вот так сделать Или даже как-то вот так, да? Да И сейчас, ребята, мы ему сделаем виллы Один, два, три, четыре, пять Можно вот так Чтобы прям не очень-не очень большущие виллы были Вот так И сейчас, ребята, это нужно поднять, ну, хотя бы на два Это тоже Нет, не сюда Хотя, в принципе, можно как-то ему даже шапочку разукрасить Ребят, это вы уже смотрите на свое усмотрение Это работает на версии Вот что самое главное, я забыл сказать Это работает на версии 1.8 и на версии 1.9 Но что самое главное, это даже работает в Minecraft Pocket Edition На самых последних версиях Потому что, а поэтому, кто играет в Pocket Edition Также может себе позволить создать вот таких гастов У себя на телефоне, да И это очень даже круто Поэтому, ребята, спешите и пробуйте Не думайте, что я вас обманываю Это действительно так и есть Вы можете создавать вот таких гастов у себя в Pocket Edition И, ребята, вы тут можете думать, что вам только угодно И вот наш второй гаст Первый гаст — рыцарь, который держит меч И второй гаст — это гаст — фермер, который держит вилы И сейчас мы будем что-то думать над третьим гастом Дайте-ка мне подумать, кто это будет Хм... Тут я знаю, кто у нас будет Наверное, Дед Мороз А тут у нас может быть... Хм... А давайте-ка, ребята, мы сделаем Бэтмена Да! Гаста Бэтмена, если это у нас, конечно, получится Потому что не думайте то, что Бэтменом так просто быть Мы же все прекрасно знаем, что это за герой И сейчас мы ему сделаем, конечно же, масочку Бэтмена Если это у нас, конечно, получится В принципе, шапочка уже сама готова Сейчас мы можем поставить вагонетку и заспавнить в ней гаста Ломаем вот этот блок под гастом, чтобы он упал на рельсы И таскаем вагонетку Точнее, толкаем, не таскаем вагонетку на рельсы Но, как видите, сейчас у меня это не получилось Поэтому, ребята, будьте внимательны Будьте внимательны, чтобы вы затолкали ее как можно лучше Вот сейчас, ребята, давайте мы поставим еще раз рельсы И еще раз вагонетку, которая у нас пропала Вот так И давайте еще раз постараемся заспавнить гаста И толкнуть его прямо туда, куда нужно То есть на рельсы Вот сейчас у нас все прекрасно, ребята, получилось Поэтому сейчас ломаем вот эти Ой, случайно Сейчас ломаем Опять случайно то поломал Наверное, не нужно то ломать Потому что газ может освободиться и улететь куда-то Поэтому будьте осторожны И сейчас, ребята, мы будем делать и думать Как же создать ему шапочку пирата Если это, конечно, у меня получится Потому что, ну, шапочка пирата Она, в принципе, в какой-то даже степени очень похожа на шапочку фермера Да, вы можете зайти в гугл Кто мне не верит Можете сразу там писать шапочка фермера Потому что перед тем, как начать серию Я, конечно же, пытался создать как можно правдоподобнее Чтобы в самой игре все казалось точно так же, как и на Яву Но не всегда просто сделать Потому что, в первую очередь, гаст очень маленький И не дает нам места для фантазии Чтобы мы придумали то, что мы хотим И как можно больше Поэтому, ребята, нам нужно как-то уложиться в этот лимит блока В который очень маленький И построить ему какую-то Какую-никакую, но все же хотя бы Более-менее так красивую шапочку пирата Это что-то в этом роде Как я уже сказал, ребята, вы можете заходить в гугл И также пытаться что-то там найти Это, ну, всегда у пиратов На передней части шапочки То ли какой-то скелет, да То есть изображение скелета Или изображение костей Но это что-то в этом роде Только в очень-очень плохом состоянии То есть в плохой графике, да Не очень хорошо видно, что там такое Поэтому гаст у нас будет более-менее такой И, конечно же, что же Самый главный атрибут, который отличает гаста Точнее, не гаста, а пирата Ну, от обычного человека Конечно же, повязка на глазу Конечно же, ребята, повязка Без этой повязки никто бы не понял, что это гаст Все бы, наверное, просто подумали то, что Это какая-то обычная шапочка Которую этот наш гаст купил на распродаже Поэтому, ребята, гасту нужна повязочка на глазу И мы ее сделаем, ну, какой-то вот такой Какая у нас получилась Вот так, да Можно как-то вот так Или можно даже сделать вот досюда Хотя, ребята, делайте как вам угодно Это все я делаю, ребята, только для вас Вы можете брать вот эту Вот эту рубрику Не то, что рубрику А брать вот это создание гастов И использовать его в вашем Майнкрафте В Майнкрафт Покедишн Где вам только угодно И вот, ребята, такой у нас получился Небольшой, но все же красивенький гаст пират И у нас еще осталось два места Которые мы будем использовать И тут у нас, ребята, будет Дед Мороз Да, тут у нас будет Дед Мороз А я, в принципе, хотел... А я вроде хотел сделать гаста Бэтмена Ко мне вроде только что дошло То, что на начале я планировал сделать гаста Бэтмена А потом мне что-то в голове переклинило И я решил сделать гаста пирата Ну, ничего такого, ребята, страшного Мы еще успеем сделать... Я извиняюсь, просто у меня что-то в голове так-то резко... Так резко поменялось Я решил сделать гаста пирата Но ничего, ребята, такого страшного У нас есть еще место Поэтому мы, конечно же, сейчас сделаем гаста Бэтмена Но только после того, как мы сделаем гаста Деда Мороза И знаете, что плохого? То, что я опять забыл сначала сделать ему шапочку А шапочку мы ему будем делать как-то вот так Потому что это все же у нас Дед Мороз должен быть Это у нас, ребята, должен быть Дед Мороз А в принципе у него не должна быть какая-то прям огромная-огромная-огромная шапочка Можно просто сделать какую-то очень даже маленькую, неприметную И в принципе она будет очень даже неплохо на нем смотреться Поэтому мы сделаем очень маленькую шапку Что-то вот в этом роде Что-то вот такое В принципе это похоже на новогоднюю шляпу Шапку, не шляпу, ребята Вот, на новогоднюю шапочку Можно даже еще вот тут по краям так сделать Чтобы она выглядела более так Ну, намного больше, чем она вот сейчас есть Мы также еще можем вот тут немного продлить Ребята, выбирайте вы, делайте вы Вы можете это все использовать у себя в Майнкрафте Как я уже только что сказал И вот, ребята, такая у нас шапочка Хоть мне кажется, первая версия ее была намного лучше Как вы, ребята, думаете? Хотя, пускай даже будет так, да? Может, даже вот так, как вы думаете, ребята? Вот ваш выбор Или вот так Давайте пускай будет вот так Красная, да? Красная и один блок белого И сейчас мы можем спавнить уже, конечно же, нашего любимого Гаста Над которым мы сейчас издеваемся И как обычно ему тут не хватает места Поэтому давайте поставим еще одну вагонетку И заспавним Гаста Ломаем вот этот блок И он сам прям закатывается туда внутрь И сейчас, ребята, мы можем вот это все уже расчищать Потому что это нам в данный момент уже больше не пригодится никогда Да, ну что самое главное, ребята, будьте осторожны Потому что вам нельзя ломать вот этот блок Который находится вот тут прям под Гастом Потому что постройка Гаста на земле и постройка Гаста вот тут в воздухе Это две разные вещи То есть ему нужна какая-то опора, на которой он может находиться И в данном случае это опора вот этот блок И чем мы также сможем отличить Деда Мороза от обычного человека Это, конечно же, большой и пышной Пышной Пышной, пышной, еще раз повторюсь Бородой Поэтому, ребята, сейчас мы будем стараться сделать вот этому нашему красивому Гасту Какую-то большую бороду Если у нас это, конечно, ребята, получится Потому что это не так-то просто И места у нас мало И сделать какую-то большую объемную бороду В Майнкрафте тоже очень сложно Но, в принципе, мне кажется То, что так, ребята Или можно еще вот тут Немного вот так продлить Чтобы борода тоже была более такой объемной Да, мне кажется, то, что вот так Очень даже прикольно Мы можем еще, конечно, вот тут Вот эти два блока удалить Да Вот так, мне кажется, намного лучше Так, намного лучше И наш Гаст действительно кажется Дедом Морозом В этой дружной компании Пирата, Фермера, Рыцаря И Деда Мороза Да И сейчас, ребята, у нас на очереди Последний Гаст И мы с него будем делать героя Спасителя Готэма Конечно же, нашего любимого Бэтмена Я, ребята, не знаю Вы смотрели ли вы Фильм, который только что вышел Это Бэтмен против Супермена Я еще, ребята, не успел посмотреть Поэтому За кого вы болели? За Бэтмена или за Супермена? То есть Какой герой вам больше всего нравится? Вот лично для меня Я не знаю Я не знаю Потому что мне нравятся два героя И Бэтмен И Супермен Поэтому, ребята Я не могу сказать То, что кто-то мне нравится больше Но я спрашиваю ваше мнение Поэтому, ребята Пишите в комментарии Кто вам нравится больше Я также потом Попробую как-то сделать Супермена Хотя это будет сложновато Потому что У Супермена нету никакой шапки Нету никакой маски Поэтому Сделать какого-то Суп... Стоящего Супермена Из Гаста Будет довольно-таки сложно Но все же, ребята Я потом, может, даже что-то придумаю А в данном случае Это у нас будет Бэтмен, ребята Конечно же Бэтмен И сейчас мы попробуем Как-то это сделать Я надеюсь То, что у меня Это все получится А что-то Что-то вот такое И сейчас нам нужно Сделать Вот такую масочку Во всем объеме Нашей башки Большой-большой Башки Нашего Гаста И чтобы вас Опять же Не томить Я быстренько Нажму на паузу И вернусь Когда я вот это все Закончу Вот, ребята Я уже практически Достроил И у нас все Готово Вот Но нам, конечно же Нужно сделать Ему Уши Да Но как бы Это сделать Чтобы смотрелось Более-менее Так красиво Как вы думаете, ребята Как бы нам Вот это сделать Какие-то красивые Ему Уши Давайте, может Что-то мы сейчас Придумаем Хм Хм Сейчас я, ребята Что-то придумаю А, кстати, у нас тут Есть же вроде Продолжение Я правильно вот это сделал? Мне кажется То, что да Но Наверное, вот тут Да, наверное, вот тут Так нужно сделать И Да, все нормально Все отлично, ребята И вот тут так сделаем Сейчас нам нужно Ему сделать Какие-то Красивые ушки Если у нас Это, конечно, получится Ребята Потому что Не так-то это просто Давайте Хм Хм Немного Это сложновато Я думал Это будет намного Проще Но все же Все же Ну, может Даже нормально Может даже нормально Мы еще тут Можем вот ему Так продлить Что-то в этом роде Как вы думаете, ребята? Вот вы можете Сами создавать Вы можете Сами фантазировать Сами пробовать Как бы лучше Сделать Вот это Вот эти Уши Нашему Бэтмену И вы Также можете Потом писать В комментарии И делиться Со всеми Получилось ли это У вас Потому что, ребята Я читаю все ваши Комментарии Ваше мнение Мне всегда важно Поэтому никогда Не забывайте То, что существуют Комментарии Вы можете В них поделиться Со всеми То, что вы построили И вообще Получилось ли у вас Это сделать И поэтому, ребята Я не знаю Как бы ему сделать Вот такие красивые Уши Но все же Пускай, мне кажется Будет вот так Хоть это больше Похоже на какой-то Шлем Из Скайрима Вот есть у меня Такое ощущение То, что это больше Похоже на какой-то Шлем из Скайрима Такой прям Объемненький Но меньше я его К сожалению Сделать не могу Потому что это же Все же Майнкрафт Да, вот так Мне кажется Будет намного Получше Получился Такой наш Наш Бэтмен Бэтменчик Гаст Также Смотрите, ребята Если посмотреть Во всей красе В первую очередь У нас есть Рыцарь С мечом Который будет защищать Вот этих всех Остальных стражей Не стражей А Гастов Вот с таким Крутым и стильным Шлемом Потом у нас идет Гаст Фермер С такой большой Соломенной шляпой И, конечно же Вилами Потом у нас идет Гаст Пират С шляпой Пирата И также Повязкой К концу Да И если вы хотите Чтобы я продолжал Дальше эту рубрику Если вы хотите Видеть больше видео Если вы просто хотите Чтобы я дальше Продолжал снимать видео Ребята Я буду рад Если вы поставите Лайк Не важно сколько Как я уже сказал Каждый ваш лайк Для меня важен Лайк Дизлайк Ставьте что хотите Это ваша оценка Этому видео Поэтому, ребята Не поленитесь Поставьте И также подписывайтесь На мой канал Каждый подписчик Для меня как друг И все что вам нужно Это потратить Две секунды На лайк И на подписку Все, ребята Спасибо всем Кто досмотрел это видео До конца Приходите завтра Потому что завтра Выйдет новое видео На моем канале Оно выходит каждый день Поэтому, ребята Я вас буду ждать Еще раз, ребята Большое вам спасибо За просмотр Всем удачи И всем пока Не забываем писать Свои идеи про гастов В комментарии Я, конечно же Их прочитаю Еще раз, ребята Всем пока